Здравствуйте, друзья! В разгар сезона, когда уже много наспела помидор, хочется уже каких-нибудь кисленьких, остреньких. И я всегда их делаю квашеные, с чесночком и с горьким перцем. Они получаются у меня довольно остренькие. Но это зависит от того, сколько вы положите остроты туда. Квашу я их естественным образом. Делать я их буду вот в таком ведерочке, пластмассовом. Оно у меня пятилитровое. Сюда я добавляю укропчик. Много прямо могу положить. Сейчас я его использую уже сушеный, потому что к этому времени он у нас уже давно весь высох и осыпался. Хрен положу. Перец с горошком, лавровый листик, чесночок. Чеснок я вот так тоненько режу. И горький перец тоже тонко режу. На дно положила все пряности. И если вы любите очень остро, можно еще и туда горький перец положить. Помидоры следует брать примерно одного размера. Такие крепенькие. И чтобы они все равномерно просолились. Разрезать помидор можно по-всякому. Некоторые обрезают просто шляпку. Но если они более-менее крупные у вас, тогда лучше резать на 4 части, чтобы он равномерно просолился. Да и все равно, потом, когда вы его будете кушать, вам все равно его придется резать. Так как таким способом я помидоры делаю уже много лет, могу вам посоветовать, что внутрь нужно чуть-чуть добавить соли. Просто на кончике мокрого ножа, вот туда, в эти разрезы ее добавьте. Потом я туда добавляю петрушечку. Ну, как я сказала, перец горький, это зависит от того, насколько вы хотите, чтобы они были острые. Я хочу сейчас сделать остренькие. Поэтому в каждый разрез я положу по кружочку острого перца и даже по парочке вот такого тонкого чесночка. Чеснок можно пропустить и через пресс. И сделать тогда, типа такой начинки. Туда порезать мелко петрушечку, чеснок выдавить, перец горький, если вы хотите, тоже мелко порезать. И вот эту всю массу нужно немного будет подсолить. Я раньше делала и так. Но сейчас мне больше нравится, когда он порезанный. И прям чесночка я не жалею, много туда добавляю. Разрезать, конечно, нужно не до самого конца. Так, чтобы он держался. Вот эти половиночки, чтобы держались. Но и так, чтобы туда можно было начиночку вашу положить удобно. После того, как мы помидорчики нафаршировали, будем укладывать их. Вниз положим более крупные, потому что они дольше будут просаливаться. Когда баночка у меня полностью заполнилась, я положила сверху все пряности, укроп опять, листик лавровый. И заложила весь верх листьями хрена, чтобы не так плесневели. Теперь будем готовить рассол. На литр воды я беру ложку с горкой соли. Видите, с хорошей прямо, с горкой. Соль я беру обычную. Обычную крупную соль. Вообще-то, нужно брать кипяченую остывшую воду. Но я давно это уже упростила и беру просто очищенную. Вот здесь у меня 2 литра воды. Я размешиваю соль полностью, пока она не разойдется. И потом осторожненько сливаю. И внизу останется вся грязь, осадок, если какой будет. 2 литра мне воды не хватило. Пришлось еще добавить. Вот я залила доверху рассолом. Теперь я просто ставлю сюда тарелочку, для того, чтобы помидоры не всплывали. И накрою их крышкой. Теперь они будут стоять в теплом месте, просто в комнате. А так как сейчас у нас очень тепло, где-то за 2-3 дня они практически будут готовы. Это зависит от температуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова